всем привет ребят с вами мистер ванька и вот настал тот момент когда у нас осталось 4 звезды это последняя катка до 2000 звезд поставьте прямо сейчас палец вверх за то что за то старание которое у нас вообще в принципе получилось за эти три дня получилось набить 2000 звезд это с одной стороны кажется очень много с другой стороны кажется да что это есть 2000 но по большей части конечно есть усталость уже определенного рода и думаешь блин зачем ты столько бил за такое маленькое количество времени не буду я говорить сейчас про тех игроков которые уже получили скин legacy за условные 48 часов которые не спали сутки и вообще в принципе без перерыва набивали данные звезды у них своя цель была но моя цель которую я себе поставил за три дня набить данный скин она меня себя оправдала и сегодня мы уже даже можно так сказать раньше своего времени получим данную хорнета рельсу легаси хорнет конечно же у нас хотя шичко легаси у нас будет именно таки рельса посмотрим насколько круто аппетитно выглядит именно таки данное вооружение на наших крутых красках понятное дело что сейчас ни у кого таких красок еще нету поэтому в этом роде у нас будет можно так сказать уникальный контент которого сейчас вообще нигде не увидите единственный есть сейчас у нас первый игрок на призовых красках который набил данные уже две тысячи звезд это ведь смергеля но у него даже нету таких красок как у меня в виде именно такие чемпиона поэтому вы видите такое впервые поэтому обязательно поддержите данное видео своим царским пальцем вверх поэтому мы сейчас катаем такую каточку запикались нормальный соликамск цепешечка конечно же тот формат которым по большей части уже набили много таких данных этих звезд ну а вторую катку мы сыграем на хорнет рельсе уже в легаси я сыграю наверное таки на чемпионе тема сыграет со мной вместе на своей кислоте посмотрим насколько аппетитно это все дело выглядит конечно же я мог бы сейчас посидеть с ним на голосе может быть что-нибудь бы интересное данный бы мне игрок рассказал но он не захотел в этом всем деле участвовать хотя в принципе огромное ему спасибо я могу выразить за то что он вместе со мной набил данные звезды также с нами бил еще саратов но он с периодическим успехом в итоге остался с 1200 звездами на данный момент и поэтому еще остался немножечко таки за бортом но я думаю что в скором времени он тоже свою хорнет рельсу уже набьет четыре минуты у нас осталось я хотел бы наверное в этом ролике рассказать про то вообще насколько сложно было набить эти звезды если так вообще судить по ивентам то данные звезды были ну не самыми простыми были ивенты конечно где данные звезды набивались намного таки намного таки проще и в какой-то момент наверное таки я понял то что все же наверное таки в какой-то степени я все же поторопился и если бы набивали мы эти звезды условно через какую-то неделю это было бы намного таки намного таки проще Но хотелось сделать уникальный контент, хотелось сделать это первым и в принципе добиться того, чего сейчас у нас в принципе и получилось сделать. Набить 2000 за эти 3 дня по грубой форме именно таки по 700 звезд в день. Настолько у нас быстро все это дело и получилось и сейчас мы даже досрочно завершим данную каточку и получим наш крутейший скин Легати. Я долго этого ждал, даже до этого вообще не думал, что может быть у нас такой ивент, что вообще будет шанс выиграть, ну не выиграть, а можно так сказать заработать данный скин и сейчас мы его вместе с вами получаем. Вот так вот прошли мы все данные 50 уровней. Это было не так уж и просто в какой-то степени, но много интересных новых красочек в моем гараже уже появилось. Единственная наверное таки краска, которая у меня имелась, это была краска Flow, а все остальные для меня стали именно таки новой в моем гараже. Ну давайте переместимся уже к нашей же конечно же Hornet, рельсе, где она у нас имеется. Одеваем хоречек, быстренько, 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 есть рельса, где у нас рельса, 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 рельса. Здесь у нас Legacy. Скин на чемпиона, конечно же, на чемпиона золотую одеваем. Вот такая вот жесткая, аппетитная рельса у нас появилась. Конечно же для нее хотелось бы увидеть еще наверное таки Харька Legacy. Это было бы прям вообще жесткая, эффектная, аппетитная. Говорят у нас именно таки в марте будут челленджи, где можно будет получить данный Харек Legacy. Если вы хотите, чтобы я набил его, набил его так же быстро, давайте наберем 500 лайков на данном ролике. Я не знаю, реально набрать эти цифры невозможно. Но давайте попробуем. Если получится, то я обязательно с такой же скоростью набью данный Харек Legacy. И тогда вы увидите уже Хорната рельсу. Я думаю, что всем было бы интересно именно таки на нее посмотреть. Ну и давайте скатаем одну каточку. Я так понял, что Тема уже переоделся. Давайте нажмем контроль точек и посмотрим вообще на данное сочетание именно таки в бою. Посмотрим, насколько она эффективно выглядит и вообще, насколько она актуальна сейчас. Да и посмотрим, насколько будут вообще удивлены ребята, которые попадут с нами вместе в катку. Но все же, я думаю, что они еще такого точно не видели. А это еще и катка песочница. Здесь-то точно нас уже точно все увидят. И здесь будет все понятно. И очевидно. Давайте сразу поедем на точечку. Может быть, у нас еще никто не заметит. Темик, я смотрю, уже тоже летит на своих Харната рельсек. Рельсек. Ну, вообще жестко, аппетитно выглядит. Нифига себе, такой еще прострел. Прям легосевский старый, добрый прострел выдаю. Олды, если вы здесь, ребяточки. Кто помнит вообще такую рельсу? Кто на ней катал? Я уже, если честно, в какой-то степени подзабыл, что она у нас такая имелась. Все же давным-давным-давно мы на ней играли. И сейчас, конечно же, ее видеть в своем гараже для меня как-то совсем-совсем непривычно. Хотя, в какой-то степени она напоминает рельсу даже какую-то М0. Не совсем она эпично сочетается именно-таки с Харьком. И в какой-то степени, наверное, не так она круто, если честно, и выглядит. Записывать данный ролик для меня сейчас очень-таки, если честно, тяжело. Поэтому давайте немножечко-таки покатаем в этой катке. Дорасскажем, наверное, всю эту суть. Насколько вообще было актуально набивать данные звезды за три дня. Ну и, наверное, отвечу на тот самый главный вопрос, зачем все это я делал. Безусловно, хотелось показать все это вам, что реально набить данные звезды, даже не играя 24 на 7, а просто уделяя, ну, дневное, грубо говоря, именно-таки время игре. И при этом набить данные звезды. Ну, можно, можно. И с той скоростью, с которой у нас именно-таки все это дело получилось, это произошло условно за час мы где-то били от 50 до 60 звезд, плюс-минус там 5 звезд. И это было, наверное-таки, очень-таки хорошая скорость. И в общем и целом я могу сказать, что мы всего этого дела очень-таки хорошо вместе с вами добились. Я надеюсь, что вам понравился данный ивент. Вы смотрели вообще за тем движением, ну, понятное дело, что многие еще даже не начали набивать эти звезды и не поняли, стоит ли это делать. Я вам могу, наверное-таки, сказать одно. Есть призы, за которые стоит вообще поучаствовать в данном ивенте, но поверьте мне, если вы хотите все это дело сделать быстро и не имеете при этом какую-то определенную цель, то не надо никуда спешить, не торопитесь, ребята. У вас есть целые 4 недели, чтобы набить данные звезды. И я уверен, что вы можете спокойнейшим образом, без вообще никаких проблем, взять и сделать все это дело спокойно и никуда не торопиться. Ну, конечно, в какой-то степени для меня это нужно было сделать быстро, красиво, показать вам и сказать вообще, насколько круто это все дело у нас получилось. Вот такой вот ролик у нас, ребятки, получился. Я не думаю, что мы будем сейчас его тут затягивать. Если он вам понравился, то обязательно прямо-таки сейчас поставьте палец вверх, если вы еще этого не сделали, хотя я надеюсь, что вы уже давным-давно это все сделали. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также, ребят, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ссылочку на которую я оставлю в описании. Ну и, конечно же, все части я оставлю в описании. Также именно-таки прохождение данного челленджа. У нас там получилось в сумме, если не ошибаюсь, 4 или 5 даже роликов. Поэтому, если не видели, посмотрите, довольно-таки интересные темы в данных роликах рассказываются. Ну, а у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok